В Балакове состоялся турнир по рукопашному бою, посвященный памяти майора ФСБ спецподразделения группы Альфа Вячеслава Малярова. Традиционные соревнования из-за пандемических ограничений в прошлом году не проводились, а в этом носили статус открытых тренировок. Тем не менее, на состязание съехались юные спортсмены со всего региона, потому что это подготовка к следующему этапу. Очень много участников, которые будут выступать сегодня здесь, будут представлять наш регион на первенство Азии. Это будет в конце апреля. В нашем городе турнир памяти Вячеслава Малярова проходит уже в пятый раз, и каждый год его поддерживает Дрозд Балакова и Балаковский филиал АО «Апатит». У нас секции рукопашного боя нету, секции в Дроздах, но вот именно этот турнир мы поддерживаем. Имя Балаковца Вячеслава Малярова этот турнир носит не случайно. Боец спецподразделения группы Альфа сам был довольно сильным спортсменом и владел несколькими видами единоборств. Его сослуживцы по традиции приехали на турнир и, конечно, вспомнили, каким он был, наш герой, спасавший детей от заложников в Бесланской школе. Такой был на вид не крупный, ужилистый. И штангу 100 килограммов сотрудники поспорили, что он не поднимет. Легко поднял, выиграл спор. В Балакове рукопашный бой как вид спорта еще не очень развит, но тем не менее результаты уже есть. В этом году серебряный призер первенства России, который выступает также за московскую область Ершов Артем. Также он воспитанник секции «Динамо Балаков», который мы развиваем в очень продуктивном объеме, скажем так, работает. Уже три победителя первенства России в этом году и один серебряный призер. В спорткомплексе «Форум» бои проходили сразу на трех коврах. Пара спортсменов быстро сменяли друг друга. Три минуты и раунд завершен. За это время надо показать все, на что ты способен. Два года пандемии, конечно, сказались на результатах. Большинство участников друг с другом не знакомы, поэтому им приходилось изучать тактику соперников прямо по ходу действия. Многие шли на риск, чтобы с первых секунд раунда закрепить свое превосходство. И от этого бои получались еще более зрелищными. Рукопашный бой – это дисциплина, в которой присутствует и ударная, и борцовская техника. Разрешается бить руками и ногами в голову. В борьбе разрешены делать болевые и удушающие приемы. Отправляешь соперника в нокаут-нокдаун, соперник не может продолжать бой, бой заканчивается. Либо, если бой заканчивается болевым, либо удушающим. В прошедшем турнире было разыграно более 20 комплектов наград. И спортсмены, которые поднялись на пьедестал почета, получили кубки, грамоты, а также путевки на первенство Азии.